Так, тут на всякий случай что написано. Вот, я вообще совсем про другое, чем ВАЛ, буду рассказывать, потому что, да, опять же, тогда представлюсь. Меня зовут Антон Скитер, я креативный директор Interactive Lab. Я вообще не про программирование, сложно сказать вообще про что я, но скорее с точки зрения того, как какую-то штуку придумать, как ее потом делать и так далее. То есть во многом про пайплайны, зачастую про, собственно, идею инсталляции и так далее. Вообще, вкратце, что такое Interactive Lab, это небольшой московский production house. Мы занимаемся тем, что делаем интерактивные инсталляции. Это, скажем так, на языке маркетинга digital out of home. Это когда вы подходите к чему-то цифровому, что стоит не у вас дома, не у вас в кармане находится, а это какая-то цифровая штуковина, которая находится просто в реальном мире. То есть, как это ни парадоксально, больше всего мы занимались в последнее время в виртуальной реальности, но, тем не менее, она находится в реальном мире так или иначе. То есть это какие-то цифровые штуковины, зачастую очень разные, зачастую непонятные, зачастую это вообще какие-то артовые проекты. То есть мы долгое время, например, делали для рождественских ярмарок в Москве, вместе с тройкой фейр на одной из улиц Москвы. Мы делали там разные всякие фотобудки, кинетические инсталляции и так далее. То есть, короче говоря, куча всего разного. Последнее время мы очень много занимаемся в вир. Собственно, с момента, как появился первый ДК Окулуса, мы начали делать какие-то вир-эксперименты. И последнее время это, опять же, начало занимать у нас все больше и больше времени и сил. И все больше и больше и больше мы как бы фокусируемся на том, какие вир-опыты можно делать и так далее. Опять же, я расскажу сегодня про то, каких мы шишек набили и какие вообще соображения есть по поводу того, как делать какие-то краткие вир-эксперименты. То есть мы не говорим про какие-то игры, которые люди скачивают себе, ставят и играют в них дома. Мы говорим про какие-то очень-очень-очень ограниченные штуковины, которые зачастую как раз находятся вне дома, когда вы пришли и поиграли в какую-то штуку где-то, не знаю, там в кинотеатре, например, как вот коллеги из VRTech делают. Ну, какие-то такие штуковинки. Что такое короткий вообще вир-эксперимент? Короткий — это 4 минутки, может быть, чуть-чуть подольше. Но в целом это что-то точно в рамках 10 минут. То есть это, на самом деле, довольно быстро. Я бы даже сказал, что в большинстве случаев это все вписывается где-то в минут 5. 4 минуты реально совсем немного. Это какая-то история в этот промежуток времени укладывается очень с трудом. И для сравнения, например, все помнят сценку из первого Half-Life, когда мы едем в поезде, и по сути это некоторое наше интро, она занимает 5,5 минут. Мы говорим про то, что весь экспириенс должен уложиться в меньше, чем была сценка в Half-Life, где мы просто знакомимся с тем, что мы едем в поезде и ничего не происходит. То есть это действительно очень-очень-очень мало времени. И следующий момент, который, разумеется, мы об эти грабли споткнулись, короткий VR-экспириенс — это не примитивный VR-экспириенс, потому что если он слишком примитивный, то он уже, в общем, никому не нужен. То есть переупростить тоже есть такая опасность, и это тоже довольно-таки грабли неприятные. Если у нас так много проблем, зачем мы вообще это делаем? В чем вообще фишка непродолжительных VR-опытов? И какое вообще у них есть оправдание на данный момент к их существованию? Почему нельзя сказать, что все, как бы нужно это выкинуть, на это время не тратить, и заняться, наконец, нормальным человеческим VR-ом, делать большие игрушки и так далее? Первый момент — это то, что, во-первых, проникновение VR-железа пока еще довольно низкое, и если мы говорим о какой-то массовой аудитории, то это действительно железо есть далеко не у всех, и VR-опыты во многом — это некоторая такая возможность попробовать арендовать эту железку и познакомиться с этим экспириенсом вообще в принципе. Потом короткие экспириенсы, потому что с непривычки долго в очках сидеть некомфортно. Это как бы приходит со временем, это не сразу происходит, и на самом деле обратная как бы страна медали — это то, что, например, на мне бесполезно тестировать VR-опыты, потому что я уже не вижу косяков, которые увидит человек, который в первый раз будет этими опытами пользоваться. То есть у меня как бы порог терпимости к каким-то косякам, которые там motion sickness вызывают и так далее, он совсем иной, чем у человека, который это первый раз попробует. И здесь на самом деле искать волонтеров на первую попытку посмотреть, что такое VR-экспириенс и протестировать именно ваш VR-экспириенс, довольно накладно. Там очень быстро заканчиваются бухгалтера, бэк-офис и так далее, чтобы вообще как бы людей заставлять мучиться в том, что мы написали и сделали. Ну и не только некомфортно, но и непривычно. То есть на самом деле дискомфорт может вызывать и желание как бы выскочить из VR. То, что человек просто не очень понимает, что с ним сейчас происходит до конца. То есть это такая чисто психологическая история про то, что человек оказывается вне зоны своего комфорта, он не понимает, что с ним сейчас может случиться, и зачастую предварительно нужно как бы его успокоить и объяснить, и показать, что сейчас ничего плохого с ним не произойдет. Что на самом деле довольно сложно в экспириенсах типа хоррора, которые мы сейчас, например, делаем, потому что с ним произойдет плохое. И мы тут оказываемся в ситуации, что нам вроде бы нужно человека сначала успокоить, но по сути мы ничего хорошего ему не обещаем, а обещаем как раз наоборот, что ему будет очень некомфортно в дальнейшем. И вот эти все тезисы, они переходят в очень простую вещь. По сути эти VR-экспириенсы это как бы вот аркады из прошлого. То есть, собственно, вот эта картинка просто меняется вот на эту картинку. То есть мы раньше говорили про игровые автоматы, которые за счет какого-то уникального железа было довольно проблематично, например, получить домой. И, собственно, все эти игры происходили так или иначе за счет того, что уникальный какой-то юзкейс, уникальная железка, уникальные контроллеры происходили в аркадах. Сейчас, по сути, VR где-то вот в этом состоянии. Я не говорю, что это финальная стадия, я сейчас не говорю про какое-то будущее развитие и так далее. Я говорю про то, что есть сейчас, и на чем сейчас люди зарабатывают деньги. Ничего плохого я в этом не вижу. Да, во многом это какие-то урезанные вариации, во многом это что-то упрощенное и так далее, но это работает, это приносит деньги, и не заниматься этим, если вы хотите заработать на VR, в VR довольно бессмысленно. То есть это действительно клево. И самое главное, что как бы не стоит никогда забывать, что для многих VR-аркады и брендированные игры, к которым я сейчас вернусь, это первый опыт знакомства с VR. То есть очень многие люди в этих стенд-алон инсталляциях, вот в этом digital out of home решении, первый раз по-настоящему испытывают VR. Я не очень верю в то, что попытку посмотреть что-то в картборде можно назвать настоящим VR-опытом, потому что это все-таки очень-очень-очень урезанная история. То есть низшая планка хорошего VR-опыта, это, конечно же, гир-VR. То есть если мы говорим про то, что такое настоящий VR, попробовать там самое простое решение, это, конечно же, гир-VR. А дальше уже начинаются рум-скейл истории, либо с тем же гир-VR, либо уже с более мощными решениями там Wi-Fi или Oculus. Но картборд мне как бы довольно сложно назвать VR-опытом. Поэтому в большинстве случаев, поскольку многие люди не могут позволить себе гир-VR, не гир-VR, а какой-то серьезный уже VR с компьютером, да, у кого-то есть самсунговские топовые телефоны, но у большинства людей, у которых есть топовые самсунговские телефоны, шлема тоже, к сожалению, нет. И поэтому, конечно же, люди знакомятся с миром виртуальной реальности в основном вот в этих аттракционах, аркадах и так далее. И если вот как бы задаваться в бесконечные решения о том, что такое VR, что такое первый опыт, там со мной спорить, что картборд годится, это вот спор из разряда номенклатуры такой, чем гики отличаются от нердов и почему рассуждающие об этом это дорки. В общем, это что-то из разряда, насчет чего можно довольно долго спорить, но довольно бесполезно. А брендированные аттракционы, к сожалению, это съемки ночью. Мы давным-давно… Да, проектора слегка не хватило. В общем, короче говоря, простейший аттракцион, который мы делали давным-давно для Хайникин. Мы просто попробовали сделать какую-то историю и поняли, что это работает. Собственно, после того, как мы эту штуковину сделали, мы дальше как бы в эту историю поверили, то, что можно делать какие-то для брендов коротенькие VR-опыты, маленькие такие rides, если это можно так назвать, как говорит Вал по-русски. И, соответственно, какие-то такие истории, которые можно, не знаю, даже какой-то минимальный 5D добавить, потому что там снизу вентилятор еще дул на человека. В общем, так или иначе, какие-то очень-очень простые штуки. Мы с них начали экспериментировать с короткими VR-экспириенсами и поняли, что для брендов, поскольку мы работаем очень часто с ивент-агентствами и с BTL-агентствами, для нас бренды очень часто это заказчики каких-то штуковин. Мы поняли, что это прекрасная вообще история создавать какой-то брендированный контент по одной простой причине, потому что люди не фильтруют VR, потому что это довольно новая история, и степень как бы заинтересованности технологии как таковой просто технологией, она позволяет брендированные сообщения так или иначе людям транслировать без лишних фильтров. То есть люди не отсекают это как рекламный шум сразу же, а с удовольствием готовы вот так вот подойти к этой истории, попробовать ее в деле и так далее. То есть люди готовы посмотреть на ваш логотип довольно долго, объясняем мы брендам, когда продаем VR-истории. Сейчас это уже нужно меньше делать, потому что они и так это уже знают, но там год-два назад еще нужно было это продавать в таком формате. Важно, если мы говорим про брендинговые истории, то здесь мы тоже возвращаемся к этому моменту, что это один из аргументов к тому, что VR-экспириенс должен быть коротким, потому что брендированные экспириенсы, они рассчитаны на эффективность, нужно очень-очень-очень-очень быстро людей пропускать, и поэтому быстро это много людей, которые попробовали эту вашу штуку брендированную. И следующий вопрос, как делать такие штуки быстро, сокращать, скорее всего, экспириенс и увеличить число как бы самих инсталляций, станций, где люди могут это попробовать. То есть если мы берем какую-то продолжительность опыта, мы, например, говорим, что там 4 минуты длится опыт в VR, мы делим его на количество инсталляций, таким образом у нас там человек в час количество повышается, просто пропорционально количеству станций. Поэтому, например, сделать много одинаковых штуковин, это зачастую очень хорошее решение для того, чтобы как бы ускорить пропускную способность. Но в какой-то момент это все упирается в стоимость единичной инсталляции, и там начинается вот эта сложная математика, что сейчас конкретно сделать. Плюс накладывается еще следующий фактор. У нас есть еще время входа-выхода. То есть условно, пока вы, например, какой-то Oculus или Vive одеваете и снимаете с человека, который зашел, на это, на самом деле, время этого устройства тоже тратится. То есть даже если сам экспириенс длится 4 минутки, еще минуты 2 сверху нужно накинуть просто на то, чтобы зайти-выйти, протереть линзы, там, не знаю, поменять какие-то гигиенические накладки и так далее. То есть на самом деле VR как бы выходит немножко наружу. И если мы возвращаемся к этой штуковине, что это первый опыт, для многих людей это такой немножко смущающий момент, и они, скажем так, немножко подтупливают, когда они начинают погружаться в VR и вообще даже пытаются подойти к этой штуке. Например, многие женщины в принципе отказываются от того, чтобы пользоваться VR просто потому, что это что-то, что прислоняется к лицу. Понятно, что это make, а потом еще сверху мы берем следующую историю неприятную, то, что это очень сильно портит прически, если мы надеваем очки. Ну, в общем, короче говоря, проблем куча, если посмотреть на эту аудиторию за пределами вот этих гиков, нердов, дворков и всего остального. Поэтому зачастую очень хорошо, когда подготовка к VR выносится за пределы. Это опять же то, что в принципе задним числом становится очень понятно, когда мы начинаем про VR experience такого рода думать, как про аттракционы и так далее, потому что в любом большом парке аттракционов начинается experience с очереди. То есть вы долгое время уже погружаетесь в тематику аттракциона, пока идете по очереди, вам показывают какой-то красивый тематически построенный антураж, вам показывают какие-то видео, вас погружают в сам опыт до того, как условно вы заняли место в вагончике, и вагончик работает на вас. И таким образом можно намного больше людей пропустить через всю эту историю. И условно с VR мы делаем по сути то же самое, когда какие-то опыты крафтим. Мы стараемся как бы вот эту вешалку, начало опыта, мы стараемся его делать тематически вместе с опытом тоже. Ну и да, самое главное, что мы приходим к выводу, что это все из мира парков аттракционов, это все из мира rides, и собственно оттуда заимствуют все решения, очень хорошая идея. Ну и дальше мы собственно начали делать какие-то аттракционы. Мы первую такую штуку сделали, наверное, года два или три назад уже. Мы делали маленький проект для великов Peugeot, это еще было на первой, по-моему, или на второй уже версии Oculus. Мы, по сути, сделали как бы два таких велотренажера из Peugeot велосипедов и на велобульваре поставили эти тренажеры на улице и предложили просто гостям прокатиться в такой очень простой виртуальной велогонке из Москвы до Парижа. В принципе, штука была там максимально примитивной, но за счет того, что два человека, соревновательный дух, большой экран, на котором все видят, что происходит. Мы VR вытащили наружу из VR в реальность, таким образом мы эту штуку расширили. С точки зрения того, как этот рекламный кейс сработал, это была ужасно крутая штуковина. То есть количество контактов было очень хорошим, очень много людей действительно попробовали прокатиться в этой истории. И, в принципе, выхлоп был настолько позитивный, что мы в эту историю дальше поверили, начали такие опты крафтить. Было здорово. То есть это на самом деле был очень хороший кейс и, собственно, он был для нас триггером того, что VR стоит верить, двигаемся дальше. Потом мы начали делать какие-то более сложные истории. Мы, например, на VR LA на прошлой возили такую штуковину, где мы в электрический трайк засунули комп и Oculus повесили. Ну и, соответственно, сделали room scale, который мы используем сейчас. Мы работаем очень плотно с OptiTrack. Это, собственно, motion capture для киношников в большей степени. Но мы, собственно, его используем для room scale VR, потому что мы в большинстве случаев работаем с Gear VR. Это мобильное решение, которое позволяет нам без проводов делать VR. Но здесь мы это делали, соответственно, с Oculus, поскольку было деть куда компьютер, и провода не так смущали всех. Опять же, мы поняли, что очень круто, когда VR прорастает в реальность с помощью своих механик. То есть объяснять человеку, который, в принципе, понимает, как едет какое-то такое устройство, где есть там мотоциклетная гашетка руля, не нужно. То есть люди и так понимают, как этой штукой пользоваться. Это очень просто. И здесь тоже было все очень круто. Мы поняли, что это прямо очень хорошее решение, и стоит действовать дальше. Опять же, да, самая главная тема – это примитивное взаимодействие, которое было притянуто из реального мира. То есть понятная механика, которая в реальном мире уже существовала, и мы ее просто никак не меняя портируем в виртуальный мир. То есть это не через джойстики, не через контроллеры, а через объекты реального мира. Мы просто засунули в мир виртуальный. Недавно мы делали последний, один из последних наших проектов, мы делали для Самсунга такой маленький квест в авиапарке, такой мини-квест-рум, где, собственно, по сути, был вот такой контроллер, который физический объект, такой Tesseract, который в виртуальном мире также присутствовал, ровно такая же его модель. И он, по сути, был как бы таким контроллером для взаимодействия в виртуальном мире. Опять же, потому что мы используем Motion Capture, который не привязан к какой-то конкретной технологии, мы можем зареговать и перетащить в виртуальный мир практически любые объекты из реального. Это как бы дополнительный бонус того, что мы не работаем на стеке с трекингом, например, от Viva. И здесь была печалька, потому что загадки, которые мы придумали в этот квест, не сработали, и оказалось, что иди туда и сделай то, это уже механика. То есть для людей, опять же, возвращаясь к предыдущим тезисам о том, что первый опыт в вир, он как бы, это выход из-за предела зоны комфорта, люди не способны пока, я говорю пока, и это очень важно, думать по-настоящему в вир, особенно в рамках какого-то короткого экспириенса. То есть заставлять людей решать задачки довольно бессмысленное занятие. В большинстве случаев им достаточно просто перемещаться из точки А в точку Б, и этого хватает. И мы, например, заменили одну из таких инсталляций, которые мы делали. У нас был шутер очень простенький, где нужно было там, по сути, тир, где нужно было отстреляться от врагов. И в итоге мы поняли, что с тиром люди не справляются, что как бы... Но вот за несколько минут люди с тиром не справляются. Мы в итоге тир заменили на хоррор как раз, где мы людей спокойненько пугаем, им нужно просто переместиться по лабиринту из точки А в точку Б. Оказалось, что с этим люди уже справляются, и выхлоп эмоциональный от тех, кто проходит этот экспириенс, намного выше, чем с тем же шутером. Хотя мы думали, что будет ровно наоборот, и как бы хоррор — это какая-то фигня и трэш, и зачем его вообще делать, а шутер — это будет прикольно, походить, пострелять и так далее, даже если это тир. Для нас самих это было так. Когда мы эту штуку выпустили в реальный мир, баланс как бы изменился просто радикально, и шутер оказался провальной историей, а хоррор оказался совершенно прекраснейшей штукой, которая деньги приносит. Ну и вкратце, как бы если суммировать, да, простое — это зачастую уже сложно, поэтому нужно очень рано, конечно же, делать всякие прототипы и смотреть, что работает, что не работает. Механики из реального мира действительно здорово помогают человеку освоиться в этих суперкоротких экспириенсах. И да, туториал должен быть снаружи в VR. Если вообще есть какой-то туториал, конечно, лучше, чтобы его вообще не было ни в каком виде, но тем не менее, какое-то погружение в историю, которое вы хотите людям дать, оно должно быть еще до погружения в VR. Собственно, все. Я готов послушать какие-то вопросы, что-то ответить. Так, микрофон там нужен, да? Просто не будет потом записи тогда. Очень интересно, сколько этот машин капчер стоит. Очень дорого. Порядок величины. Ну, условно, одна камера, а их нужно штук восемь стоит, по-моему, от трех тысяч долларов. Нет, эти подешевле. Спасибо. Ну, опять же, это годится, когда это какая-то инсталляция, которая ставится где-то в каком-то месте, потом заменяется контент на другой контент и так далее. То есть если это история, в которую мы вкладываемся как в оборудование для какой-то штуковины, на которой, например, год будет работать, то это вполне отбивающаяся история. А вот этот хоррор, он тоже с оптитреком работает? Да, да, да. Ну, мы все делаем на оптитреке. Что, что, что? Поиграть его можно где-то в хоррор? Да, да, да. Это в ВДНХ, павильон, электрификация. Хоррора? К сожалению, с собой нет. Это просто фактически коридор, в котором вас по триггеру периодически какие-то пугающие штуки пугают. То есть там никаких взрывных технологий и невероятных решений нет. Оно просто работает. Ну, во-первых, это работает на Gear VR. Начнем с этого. То есть это уже далеко не Resident Evil. Можно спросить? Да. Наконец-то. Вот такой вопрос по поводу VR. Вот, например, как игрок, ну, который находится в пространстве, точнее, задать такое решение, что… ну, точнее, как решить, мне интересно, как это будет реализовываться, чтобы он не проходил сквозь стены, например. Ну, решений несколько. Самое простое решение, которое, например, в том же хорроре, там, по сути, как бы выстроен лабиринт, он выстроен в реальности и он повторяет виртуальный лабиринт. Это, собственно, то, что делают ребята из как бы самого известного стартапа в этой истории, это The Void. Они, собственно, это и так и строят. Они, кстати, тоже на OptiTrack работают. И у них ровно та же история с постройкой лабиринта. То есть это настоящий лабиринт выстроенный. То есть какая-то базовая мебель даже, которая стоит в сцене, она там в каком-то упрощенном виде тоже стоит в сцене. Это тоже можно, кстати, посмотреть. Это у The Void пилотный их проект, который они сделали для франшизы Ghostbusters. Он работает в музее Мадам Тисо в Нью-Йорке. Ну, как бы более крутые свои штуки они пока еще не опубликовали. А, собственно, пилотный проект уже можно попробовать и посмотреть, как это работает. То есть если кто-то будет в Нью-Йорке, то очень рекомендую сходить в музей Мадам Тисо и посмотреть VR-экспириенс. Потому что это пока действительно самая сильная франшиза. А вот, например, где требуется более активное движение и нужно больше вообще двигаться вот в этой игре, то будет ли отличаться движение головы в игре и в реальности? Есть ли какая-то задержка между motion capture и картинкой? Или что? В чем вопрос? Ну, этот термин в VR, он прямо есть отдельно, он называется times of photon. Это штука, как бы время с момента пересчета картинки до того, как фотон спустился из матрицы и полетел в глаз. То есть это, в принципе, задержка, она, конечно, есть. Она в любом случае неизбежна. И в супердинамике, конечно же, какие-то проблемы будут. Там куда больше проблем будет даже, по-моему, в eSync, чем все эти истории. То есть, ну, там задержки действительно такие минимальные, необходимые в VR, что там, по-моему, PS VR, если коллеги подскажут, там 90 FPS, по-моему, нижний порог. То есть, если вы делаете меньше 90 FPS, то вы уже не проходите по цензу качества VR experience. То есть, короче говоря, задержки есть, да, но это то, с чем борются все сейчас в данный момент больше всего. В принципе, experience перестает становиться быть терпимым, если FPS меньше 30. То есть, если… Ну, я имею в виду, что здесь и… Если у нас как бы FPS падает, то у нас же и задержки между перерисовками падают. То есть, условно, мы головой двинули, мы видим еще какое-то что-то старое. Да-да-да, нет, я говорю, что это, короче говоря, эффект от задержки в большинстве случаев лучше, чем… меньше заметен, чем эффект от понижающегося FPS. Вот. То есть, как бы я отвечаю на ваш вопрос, говоря тем, что есть проблемы куда более насущные, скажем так. И задержка есть, но пока терпимая. Спасибо. Последний вопрос? Нет, еще два, я так понимаю. Спасибо за доклад, было очень интересно. Вы в самом начале отмели варианты, что картборд и все с Китая, это как бы не котируется, но при этом предлагаете разработчикам заниматься этим мелким экспириенсом, по 4 минуты делать игрушки, но как бы при этом у нас возникает проблема, что это очень дорогостоящее оборудование, и чтобы заняться этой разработкой, нужно иметь какое-то финансирование. Ну, не совсем. Здесь очень много посылок в этом вопросе, которых, собственно, я не включал в свои тезисы. Давайте представим такой абстрактный вариант. Я просто не хочу как бы сейчас в полемику вступать, я поэтому хочу как бы это немножко локализовать, потому что потом глазу на глаз лучше это проговорить, чтобы не отнимать у всех время. Я говорю лишь о том, что, во-первых, ну, дорого это довольно условная вещь, то есть на самом деле можно купить Gear VR с шлемом и даже без RoomScale VR разрабатывать какие-то простейшие экспириенсы, проблемы нет. В принципе, это порядок инвестиций там личных, это там 60 тысяч рублей, не больше. В принципе, чтобы что-то начать делать, не так нужно что-то супердорогое покупать. А если мы говорим про RoomScale, то, конечно же, ну, ничего лучше попробовать что-то делать на Vive, пока я просто не представляю. Если мы говорим про какие-то инсталляции, которые живут сами по себе, как бы с точки зрения RoomScale, это опять же субъективно. Vive, на мой взгляд, самая оптимальная история. Опять же, ну, Oculus сейчас тоже перестал когда-то от этого дела отставать. То есть, конечно же, если вы разработчик, хотите что-то начать делать, и у вас есть мощная игровая машина дома, то проинвестировать в Oculus или Vive это очень хорошая идея, и попробовать начать что-то делать. Опять же, очень многие экспириенсы, ну, мы просто работаем на стейке Gear VR и OptiTrack, это необязательная вообще история. Просто так исторически сложилось, что мы в этот стек как-то поверили, вложились, и его сейчас обкатываем как можем. Мы, на самом деле, OptiTrack используем не только для VR, мы его используем для трекинга объектов на шоу, чтобы делать интерактивный мэппинг. То есть, ну, совсем другие истории. И если, как бы, вопрос, с чем входить в VR, то, на мой взгляд, лучше это, конечно, Gear VR. Ничего лучше, чем Samsung и Gear VR, мы сейчас не придумаем, потому что, опять же, Unity, как бы прекрасно все это быстро работает, быстро компилится, быстро собирается, и попробовать что-то сделать в VR, вообще идеальная история. Это стек Android и телефон. Ну, то есть, конечно же, Samsung, просто с точки зрения качества, экспириенса, топовый самсунговский телефон, Gear VR, вместе друг для друга построенные. Опять же, Stack Unity, который прекрасно к этому всему адаптирован. Ну, то есть, в принципе, порог входа очень низкий. Очень много библиотек уже готовых. Ну, реально, очень просто попробовать что-то сделать. Так что я не говорю, что нужно начинать с очень дорогих решений. Я просто говорю о том, опыт какого рода у нас есть по RoomScale, и что мне, например, безумно нравится RoomScale без проводов. Это кайфово. И без рюкзаков, опять же, тоже очень здорово, когда у тебя на голове только один маленький телефончик, который весит меньше, чем Oculus или Vive. Ну, то есть, это просто кайфово, что тебя мало что стесняет. Так что я здесь ни в коем случае не пропагандирую RoomScale как единственный вариант. Во-первых, и дорогой RoomScale на основании оптических систем как единственный вариант RoomScale. Нет, это вообще не так. Спасибо. В продолжение. А есть ли альтернатива опти-траку? Ну, в Icon есть еще системы. Потом можно заморочиться, например, если очень хочется ходить без проводов, то можно положить где-нибудь в уголки Vive и Vive контроллер примотать к башке просто скотчем и ходить так. То есть, в принципе, варианты, как выкрутиться из этой истории, если очень хочется без проводов походить в VR или рюкзак надеть и ходить с Vive в рюкзаке. Ну, то есть, на самом деле, выкрутится множество вариантов. Мы просто опти-трак используем, опять же, потому что довольно большой потенциал с точки зрения всей системы. Это, во-первых, Motion Capture, который мы тоже используем. Мы какие-то штуки для наших инсталляшек как мокап именно записываем в опти-траке. Потом мы какие-то штуки используем в опти-траке для 360 съемок. Мы можем на площадке смонтировать опти-трак и трекать камеры, пока мы снимаем, например, на гринскрине, чтобы потом нам не нужно было камеросолвингом заниматься на посте. И, соответственно, задники цифровые уже подрисовывать с опти-трека. Ну, короче говоря, тут для нас просто этот стэк, в котором у супердорогой части этого стэка есть еще куча дополнительных плюшек. Поэтому мы как бы эту штуку используем так активно. Но в целом, в Icon, например, а если мы говорим про какую-то разработку, что называется, at-home, какие-то первые опыты, то мне кажется, что лучше всего использовать какие-то коммерческие штуки, типа Vive, например, или Oculus'овских решений. Ну, мне Vive просто ближе. Мне очень нравится, как там все сделано, как там все работает. Ну, я ни в коем случае не против Oculus'а. Это абсолютно субъективное мнение. Еще вопрос. А вот китайских камер там 300 FPS просто не бывает? Ну, честно говоря, опять же, я в эту сторону не копаю, потому что мне это не нужно. То есть я не хочу никого дезинформировать. Я просто здесь не эксперт в этом отношении. Но для нас просто всегда было дикритично, потому что мы очень часто работаем на ивентах и на шоу. Если у вас на шоу что-то пошло не так, то никого не интересует, почему вы сэкономили и купили какое-то китайское решение вместо проверенного решения, которое уже давно работает на рынке, и вы точно знаете, что оно работает. То есть мы всегда вынуждены здесь, конечно же, возможно, купить что-то более дорогое, но точно работоспособное. А с Daydream не работали? Нет. Ну, мы просто, опять же, исторически очень сильно партнеримся с Самсунгом. Мы для Самсунга очень много делаем всяких VR-штуковин, и поэтому Самсунг нам телефоны просто дает во многом. И нет смысла переползать на другой стэк, про который мы мало чего знаем, если у нас есть прекрасно работающий стэк, с которым у нас уже полно опыта. Поэтому это, опять же, исключительно субъективная вещь. Не могу быть адвокатом того или другого. Я просто говорю, что с Daydream, да, возможно, здесь я действительно слишком строг к VR-экспириенсам. И там нужно было бы сказать Gear VR и Daydream. Google Pixel – прекрасный тоже телефон. Я говорю лишь с позиции того, что я точно знаю, что картборд с китайским Android – это хреновая идея introduction of VR. Мой последний вопрос. Более длинные эксперименты делали? Может, квест на 30 минут? Здесь как бы следующая начинается штука. Это уже скорее мы улетаем в историю про бизнес, потому что если мы делаем какой-то квест, который более длинный, какую-то историю, которая более длинная, ее нужно делать дольше. И вот эти, грубо говоря, скажем так, если какой-то график рисовать, то там длительность экспириенса и длительность разработки, они абсолютно нелинейно относятся друг к другу, растут. И дальше получаются какие-то темы, что нужно будет уже заводить какой-то отдельный стартап с отдельным фандингом, чтобы сделать какой-то хотя бы там не double A, а просто A похожий experience, который будет длиться какое-то время. Нужно будет, не знаю, потратить минимум, просто вот если постараться и убиться полгода, и дальше эту штуку нужно будет каким-то макаром еще окупать, если мы говорим про какие-то аркады, это все становится возможным, только если мы там на себя берем обязательства перепроходчика, говорим, что мы будем первые это делать, мы будем проедать финансирование, мы, возможно, не будем надеяться, что вся эта история отобьется, зато мы набьем кучу прекрасных шишек и будем двигать индустрию вперед. В остальных историях нужно очень здорово ограничивать себя в скорости разработки и, собственно, в том, какой бюджет условно по часам разработки выделен на ту или иную инсталляцию, и на самом деле не выходить за рамки этого бюджета, иначе это просто будет совершенно бессмысленно. Мы не сможем продавать experience по 150-250 рублей для человека. Мы должны будем планку до 1000 рублей поднимать, например, и это отсечет такое огромное количество людей, что это становится уже бизнес нежизнеспособным. Ну, то есть, короче говоря, рисковая история, в которую мы лично играть не решились. И я, честно говоря, по бизнесу не очень вижу, как это пока можно сделать хорошо. Чисто про трус затратам. Все, спасибо. Большое. Спасибо.